Мы... Здравствуйте всем! И сейчас мы будем с вами разбираться, что же произошло в школе номер 127 в Перми, кто виноват, что с этим делать, все обстоятельства, а также моё мнение по данному эпизоду. Данную школу вы сейчас можете видеть на своём экране. Вот она, школа номер 127 в Перми. Итак, сегодня двое в масках бежали в школу номер 127 в городе Пермь. Директор школы Цейчина Татьяна Ильичина. Вот мы видим её на своих экранах. Вот она. Так, заучим по воспитательной работе в этой школе является Журавлёва Светлана Владимировна, нападавший Лев Биджаков, он же Вася Иванов, Александр Бусаладзе. Они взяли дома ножи и пошли резать и убивать учащихся этой самой школы. В результате чего пострадали от ударов ножом в шею 11 человек и одна учительница. По всей видимости, классный руководитель этих ребят. Сразу же наш доблестный следственный комитет сказал, что они психи, что вообще в этой школе не состоят. И бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Так что же всё-таки на самом деле там произошло? А произошло самый настоящий политический акт. Почему, спросите вы? Дело всё в том, что один из нападавших, а это Лев или Вася, был сторонником Алексея Навального. И поэтому писал у себя на страничке ВКонтакте, данная запись сейчас удалена, поэтому я вам не смогу показать, что Россия, я цитирую его, Россия, это страна рабов и страна господ. Я желаю, чтобы она развалилась. И естественно же, конечно же, по законам нашего общества, где процветает насилие и нетерпимость, его гнобили, его чмырили, его унижали всё. Те же учителя и ученики этой самой школы. В итоге с ним устроили драку, как я уже сказал, ученики этой самой школы. Прибежала одна из учительниц данной школы, пока я на данный момент не знаю, кто так, что ссори, и попыталась их дерущихся разнять. Но она получила ножом в шею. Да, лев достал нож и пырнул эту самую учительницу. Естественно, я хочу вам подчеркнуть, что я не оправдываю Льва и то, что он устроил в данном заведении. Но то, что он пишет ВКонтакте, ещё раз, Россия это страна рабов, и я желаю, чтобы она развалилась, это и есть так называемый пьюрализм мнений. Тот самый пьюрализм мнений и дискуссий, понятия, которым учат в 10 классе наших школ и гимназий. Но, когда мелькают мысли по нашему отечественному телевидению, по федеральным каналам Соловьевским и Киселевским, что если ты не патриот России, то тебя надо уничтожить, то многие ищут врагов в своей родной школе, в своём родном классе и в своём родном гимназии. Таким образом, власть сама провоцирует нас на то, что всех не согласны, всех тех, кто ненавидит Россию, но так или иначе либо с нами учатся, либо с нами живёт. Их надо вешать и люстрировать. То есть, российская власть создаёт атмосферу ненависти и нетерпимости даже в своих родных школах. Я ещё раз подчеркну, что я не оправдываю двух нападавших в Перми, двух человек, которые устроили поножовщину. Однако, я считаю, что школы и вузы должны быть максимально удалены от политики, максимально настолько, насколько это возможно. Да, я и сам в прошлом ученик, да, и в моей родной школе были драки и ссоры, но никогда они не были из-за политики. А то, что сейчас дерутся даже не потому, что кто-то чему-то сказал, а по политическим взглядам, то это, безусловно, вина действующей власти и Владимира Владимировича Путина. Так что, когда вам будут втирать, что это всё ученика спровоцировал Навальный на этот поступок, то не верьте, не верьте федеральным СМИ. Это не так. Спасибо за внимание.